добрый день хотелось бы всех поздравить с днем победы этот день в этом году имеет для нас для нашей семьи для моих близких особое значение с чем это связано дело в том что за несколько дней до дня победы мама моей супруги получила сообщение о том что ее дядя погибший на войне как было известно пропавшей без вести нашли место его гибели я точнее условное место его гибели место там где его полк полк самоходных артиллерийских установок пошел в бой под деревней новики под витебском и там был полностью уничтожен из двадцати одного экипажа вернулись только три и новое подразделение которое было брошено в бой после окончания училища прекратило свое существование группа инициативная группа потомков или как и в нашем случае племянников этих людей которые погибли смогли сделать найти после того как были рассекречены документы о это об этом полку они смогли найти сделать целую книгу и сейчас продолжают поиски и вот в одном из как бы шагов этих поисков было найти кто был такой младший лейтенант милявский звусь зуся эльевич который был родным братом бабушки моей жены которую звали шейна и линишна а его звали зуся эльевич на их отца звали эли так зовут моего сына нашего одного из наших сыновей мы назвали в честь этого прадедушки моей жены эли и вот его дети бабушка шейна она шалом и ее брат так вот моя супруга она внучка этой шейны а ее брат погиб на войне никто не знал где он пропал без вести и вот сейчас 73 года после окончания войны и 74 года после его гибели мы узнали как это произошло что было укрепленное медвежье гнездо как-то называлась на оборона немцев под витебском туда бросили полк самоходных установок для поддержки пехоты и атака не получилось вернее они не смогли захватить немцы отбили эту атаку при этом уничтожили уничтожили 18 до из 21 самоходных установок которые пошли в этот бой можно долго говорить о том как это было неразумно достаточно ли были спланированы эти операции не знаю нужно разбираться в оперативной обстановке которая была на тот момент александр сайф в своей книге аполгетики жукова пишет что георгий константинович сформировал штурмовые бригады отряды которые как ножом про или за прорезали оборону противника имея дымовые завесы забрасывая противника гранаты не знаю когда георгий георгий константинович дал этот приказ наверное еще до наверное наверное уже после операции под витебском потому что когда целый полк за одну атаку погибает наверное сложно это назвать пронизывающий как нож масло штурмовой бригадой ну наверное опыт этих сражений и стал причиной того что было при пересмотрена система наступления были предприняты шаги для того чтобы минимизировать потери на тот момент произошло то что произошло и все эти молодые младшие лейтенанты выпускники одного курса ростовского артиллерийского училища который находился перми все они пошли в бой и в основном все погибли в том числе и дядя моей тещи да он тоже погиб там и вот несколько моментов которые хочется хотелось бы поделиться казалось бы что невозможно ничего будет узнать вся информация была засекречена никто не знал о том как это произошло что произошло и вот люди потомки этих артиллеристов самоходчиков захотели узнать правду о том что произошло с их родственниками а еще с их друзьями и захотели найти тех людей которые будут родственниками которые может быть были детьми или как в нашем случае племянниками этих людей которые даже жениться не успели не оставили после себя потомство но оставили после себя память и любящих людей которым которые всегда на них думали и назвали людей их именами в том числе моя теща и носит букву из имени этого человека зуши и посмотрите сколько добра произошло после этого эти люди искали и открыли искали в интернете где можно найти милявского зушу или его папу про которого было написано что звали его милявский эли и на сайте толдот они нашли могилу на малаховском кладбище обратились на малаховское кладбище те сказали что ничего не могут знать и тогда секретарь малаховского кладбища оставила записку что к если придут какие-то родственники то вот есть информация о зуши или как они написали зусь элевич и после этого мои тести теща обратились созвонились вот вчера встретились получили книгу никто не верил даже из этой из этой инициативной группы кроме одного активиста что можно будет найти родственников этого человека и вот нашлись нашлись его племянники и мы собственно говоря и получается с одной стороны можно посмотреть как несправедливо поступила с с ним судьба с другой стороны посмотрите какие чудеса произошли сейчас всевышний сделал что сайт толдота был сделан несколько лет назад этот проект еврейских кладбищ по всему бывшему советскому союзу это помогло были люди с добрым сердцем и доброй душой с инициативой которые хотели искать и нашли и получается что память об этом человеке осталось единственное что можно сказать что наверное всевышний так решил чтобы была такая судьба мы не знаем почему я не хочу бросаться банальными фразами нужно только довериться всевышнему в этой ситуации хочется что-то исправить мне очень захотелось как-то что-то сделать для этого человека который я никогда не знал который мне собственно говоря мне лично по крови моим детям он двоюродный прадедушка да но все равно есть благодарность к нему есть еще братья моего деда которые также без вести пропали и никто еще пока их не нашел это семена гранович это еще какие-то люди которые которых много которых до сих пор еще никто не знает и тогда я решил что мы сможем помочь этим людям если мы будем учить мишна из с моими детьми мы были недор начали чуть немного мишнает для и люди шмат для поднятия души зуша бен эли и этот пост я тоже хочу посвятить лилю нишмат зуша бен эли да вот так вот получается что не факт что когда-либо читали кадиш по нему не факт что когда-либо учили мишнает мы не знаем точно где он похоронен но мы хотим поблагодарить его таким образом за то что он для нас сделал мы хотим учить мишнает и мы надеемся что это даст ему какую-то силу какой-то подъем там в мире истины большое спасибо